любителям бокса привет у меня на обзоре два мексиканских бренда клеттер с и сабас два шлема мексиканского типа для сравнения сделаем небольшое сравнение и обзор данных шлемов первая шлема оба размер l клеттер с размер l ярлык пришит на фронтальной части и сабас размер l ярлык вшит сверху в шоу шлема мексиканского типа со щеками сабас со щеками перекрывающие защищающий нос клеттер с нос не защищающий регулировка данного шлема на шнуровке сверху что в сабасе что клеттер айси регулировка сзади на шнуровке и на двух липучках клеттер айси регулировка снизу регулировка на ремешке с пряжкой клеттер айси в сабасе регулировка на защелке как у вининги модели fg 2900 наполнитель наполнитель однослойный латекс наполнителя около двух сантиметров наполитель средней жесткости на всей фронтальной части наполнитель us・абас около 5 сантиметров тоже средней жесткости его очень много он практически фронтальный идет по всему наполнитель по всей лицевой части шлема. Также очень много наполнителя на боковой части. Клеторейси наполнителя на боковой части он отсутствует. Защитой являются очень большие ушные амбушюры. Минус нету перегородки на ушных амбушюрах, как в Сабосе. Шлем Сабос и Клеторейс полностью кожаный, что внутри, что снаружи. Вес данного шлема. Вес шлема Клеторейс размер L 19-12 унций. Вес Сабос размер L 15-52 унции. Итак, плюс и минус данного шлема. Защита. Сабос Pro серии более защитный. Он перекрывает полностью носовую перегородку, что является минусом Клеторейси. Наполнителя больше, чем Клеторейси. Регулировка. Лучшая подгонка, чем на липучках, на любой шнуровке. Всегда лучше. Защита ушных амбушюр с перегородкой. Плюс. Минусом может быть являться защелка, потому что пряжка на ремешке более надежная фиксация. Но плюсом это быстрое снимание и одевание шлема. Вес шлема. Сабос легче. 15 унций против 19 унций, как в Клеторейсе. Минусом Сабоса является по сравнению с Клеторейсом это обзор. В Клеторейсе со щеками мексиканского типа обзор лучше, чем в Сабосе, аналогичный на данной модели.